Яркие цветники и оригинальные игровые постройки. Все это за последний месяц появилось на территории детского сада номер 182. Учреждение победило в городском конкурсе на лучший прогулочный участок среди детских садов. Всего на территории более 10 таких участков, персональной для каждой группы. Новые, красивые, а главное безопасные уличные фигуры появились благодаря совместному труду родителей и воспитателей. Хочется сказать, что огромную внесли лепту в оформление участков это родители. То есть настолько они были заражены инициативой оформления для своих детей прогулочных участков, что работали здесь и до 10 вечера, и до 11 вечера. Кто-то из родителей принес дощечки, кто-то старые автомобильные покрышки. С помощью умелых рук и смекалки из них получились велотренажеры, зайчики и медвежата. Нужды в крупных материальных затратах не было. Купили только краски и кисточки. Я ходила несколько дней, раза три точно я была. Мы разбивали клумбы, сажали цветы, красили площадку, столы, веранды. Все родители своими силами старались для своих детей. Это более дешевле все обходится и интереснее взрослым и детям. Этот детский сад компенсирующего вида. Посещают его дети с нарушением зрения. А потому, помимо традиционной песочницы, здесь имеется оригинальный столик, на котором есть все для развития мелкой моторики. Мне нравятся больше всего шарики, потому что они очень красивые, разноцветные. Иногда их есть буквы, как на оранжевом. А оранжевый мой и розовый самые любимые цвета. Синий, красный, зеленый. Но тут еще есть камушки, конструктор, песок, шишки. Я сейчас играю в шишки, но я могу их соединять. Я вот так вот соединяю. Среди кораблей и беседок есть и спортивное сооружение. Почти как настоящее, только в миниатюре. Здесь у нас поставили велотренажер, новую площадку баскетбольную. Для оздоровления детей лето – лучший период. Хорошую погоду они проводят на улице много времени. Елена работает воспитателем здесь уже 16 лет. Она принимала активное участие в облагораживании прогулочной территории. Мы создаем специально очень яркие ориентиры для детей, чтобы они непосредственно не сталкивались ни с чем. Создаем все очень стараемся крупных размеров. Мы создали очень хорошую беседку с яркими ориентирами в виде бабочек. Идей для дальнейшего благоустройства еще очень много. В планах разбить огородный участок, прививать малышам интерес к обработке земли, а также развитие сенсорной площадки для незрячих детей. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.